Петр Ильич Чайковский 1840 года в Творянской семье. Отец будущего композитора, горный инженер Илья Чайковский, был директором местного завода, а мать Александра Асир – пианисткой. Кроме Петра, в семье Чайковских было еще четверо детей. Еще в детстве Петр Ильич Чайковский начал сочинять стихи, а затем увлекся музыкой. Вскоре Чайковский начал на слух подбирать пьесы и романсы, которые играли у него дома. В 1848 году Чайковский вместе с семьей переехал в Москву, а затем в Петербург. Там Петра Чайковского отдали в императорское училище правоведение. Родители хотели, чтобы он получил юридические образования. Однако в то же время будущий композитор продолжил заниматься музыкой. Вместе с матерью Чайковский часто бывал на балетах и операх в Петербургском Большом Театре и Мариинске. В училище Чайковский познакомился и подружился с поэтом Алексеем Апухтиным. Вместе они издавали журнал «Училищный вестник», где публиковали свои стихи и статьи. По приглашению Николая Рубинштейна, брата-композитора Антона Рубинштейна, Чайковский переехал из Петербурга в Москву преподавать на недавно созданных музыкальных курсах, которые вскоре были преобразованы в Московскую консерваторию. Чайковский был требовательным преподавателем и давал им много заданий. В это же время Чайковский занимался творчеством, сочинил первую симфонию «Зимние грезы». Публика встретила симфонию с одобрением, хотя и преподаватель-композитор Антон Рубинштейн раскритиковал ее. Чайковский познакомился с критингом Владимира Стасовым и членами объединения «Могучая кучка». По совету Милия Балакирова он стал писать программную музыку, инструментальные произведения без слов. Для новой увертюры композитор взял сюжет трагедии Уильяма Шекцфера, Ромео и Джулета. В 1871 году Чайковский вновь побывал за границей. В путешествии композитор пригласил его ученик из Московской консерватории Владимир Шуловский. Они посетили Германию и Италию, где Чайковский написал две пьесы – «Юмореска» и «Ноктюр». Композитор посвятил их Шуловскому. В это время Чайковский испытывал проблемы с финансами. Чтобы заработать денег, он стал писать для газет «Русские ведомости» и «Современие летопись». В начале 1870-х Чайковский работал над новой оперой «Опричник». Следующим крупным произведением Чайковская стала опера Евгений Онегин. В 1877 году композитор познакомился с меценатом, вдовой железнодорожного промышленника Надеждой фон Мек. Она стала финансировала путешествия Чайковского в Европу. С конца 1870-х произведения Чайковского играли не только в России, но и за рубежом – во Франции и США. Композитор стал давать концерты в Европе. В то же время он работал над новыми произведениями – балетом «Торжестную увертюру» 1812 год. В память о победе над Наполеоном, за который от российского правительства получил орден Святого Владимира IV степени. Чайковский путешествовал по Европе, бывал на концертах Эдварда Грига, Ганса фон Бюлова, Артура Никиша и других композиторов, с которыми начал переписываться. Его слава в России в это время росла. Чайковский стал членом Совета директоров Русского музыкального общества и возглавил его московское отделение. Там композитор мог помогать начинающим-то музыкантам. Свой первый гастрольный тур по Европе побывал в городах Германии, Франции и Великобритании. Там Чайковский играл балет «Лебединое озеро». Увертюр Руслан и Людмила – первый концерт для фортепиано с оркестром и другие произведения. После возвращения в Россию композитор приступил к работе над Пятой симфонией, в которой хотел выразить чистое личное чувство уходящей жизни и страх смерти. Премьера симфонии прошла в ноябре 1888 года в Петербурге и была встречена критикой неоднозначно. В 1889 году Чайковский отправился во второй гастрольный тур, после которого решил ненадолго остаться в Европе. Он поселился в Италию, жил во Флоренции и Риме. Там написал свою новую оперу «Пиковую даму» под одноименной повестью Александра Пушкина. Брат композитора Мадис Чайковский вспоминал. Ни одна опера Петра Ильича по первому представлению не была исполнена так прекрасно. Почти сразу оперу начали ставить за рубежом – в Праге и Вене. В том же году с успехом прошла еще одна премьера балета Чайковского «Спящая красавица» по одноименной сказке «Шарля Перу». В конце октября 1893 года Чайковский заразился холерой и умер 6 ноября 1893 года. Чайковский был первым русским композитором, который получил профессиональное музыкальное образование. Он был первым русским композитором, который удостоился мировой славы еще при жизни. В качестве дирижера своих произведений Петр Ильич побывал во многих странах Европы и даже в Америке. В XII веке жизнь музыканта в России была незавидной. Но несмотря на это Чайковский по велению сердца посвятил свою жизнь музыке и добился огромных успехов. 10 опер, 3 балета, 6 симфоний, множество симфонических и отдельных оркестровых произведений. Субтитры создавал DimaTorzok